Чтобы создать свой театр теней, не нужно специальных знаний и приспособлений. Достаточно натянуть белую ткань, включить лампу и подготовить фигурки персонажей, которые оживут в руках актеров и расскажут зрителю интересную историю. Импровизированный театр теней организовали в отделе искусств детской библиотеки имени Пушкина. Самый, пожалуй, такой загадочный вид театрального искусства, таинственный и магический, который мы практически ничего не знаем, но тем не менее он нас так завораживает и вовлекает во все это действие, что мы погружаемся полностью. Ребята попробовали себя в роли чтецов, актеров и даже декораторов. Они сами рисовали героев будущих постановок и придумывали им характеры. Участвуя в творческой мастерской, дети познакомились с произведениями Джулии Дональдсен-Груффало и вспомнили известные сказки Владимира Сутеева. Я знакомлю их, во-первых, с историей театра теней, которая насчитывает две тысячи лет. Потом мы вместе с ними прочитываем эту сказку, то есть это знакомство еще с художественным произведением, с книгой. В-третьих, это выразительное чтение. В-четвертых, развитие каких-то артистических способностей. Матвей и Тимофей Никитин успели по очереди прочитать текст английской сказки, помогли распределить героев между участниками мастерской и принялись за создание новых персонажей. Узнав, как нехитро устроен теневой театр, братья решили, что такую конструкцию без проблем можно соорудить и в домашних условиях. А я вот вообще не знал, как сделать свой театр теней. И вот теперь я знаю, что нужно просто покрывало. Я думала, что это нужно, знаете, что-то специальное сделать, что-то купать, что-то там, чтобы это взять. А надо обычный светильник, который у нас дома культ. Два светильника дома таких есть. Обычная какая-нибудь катонная коробка. Белое полотно. Году театра посвящена вся неделя в детской библиотеке имени Пушкина. Для ребят любого возраста работают различные тематические площадки. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.